Итак, дорогие друзья, начинаем наш вечерний вебинар. С вами Григорий Мирошенченко, город Челябинск. Я просто включил запись, что было потом в записи, если что, могли послушать. И все ждем, возбуждены, ждем новостей. Наташенька, да, абсолютно верно. И, к сожалению, я сегодня не смог созвониться с руководством по поводу уточнения некоторых моментов. Но та информация, которая сейчас доступна, во-первых, я повторюсь, повторюсь, как на прошлом вебинаре я говорил. Ребят, пока не пишите, потому что я все не успею прочитать. Я все не успею прочитать. Вопросы после я скажу, когда вопросы можно задавать, и вы будете их задавать, я буду на них отвечать. Итак, дорогие друзья, да, Герман из Екатеринбурга, пожалуйста, чуть позже еще раз скинь эту ссылку, я потом прочитаю. Итак, дорогие друзья, по новостям. Ну, во-первых, то, что было объявлено уже, что дисконты, у кого дисконт 1,600, у них будет такое эксклюзивное право. Я буду подсматривать свою запись, буду подсматривать, говорить, что у этих людей будет эксклюзивное право предоставить любому партнеру, любому абсолютно партнеру вот этот шанс, этот подарок сделать. Но, повторяю, только одному партнеру и только один раз. Только одному партнеру и только один раз. Во-вторых, для тех партнеров, которые вошли в 2016-2017 году, для вас, дорогие друзья, сейчас рассматривается этот вопрос, но он, как правильно сказать, он пока не решен, но на стадии согласования с головной компанией вопрос о том, что по первому вашему входу в 2016-2017 году возможно, что вам будет предоставлено право с этим дисконтом один раз оформить еще дополнительную рассрочку. Вот это, я думаю, понятно всем, да? Первое, что для тех, у кого дисконт 1,600, либо же один, именно те, кто приобретал пакеты акций в конце 2015 года, это декабрь месяц, конец ноября, начало декабря месяца, дисконты 1,600, 1,550, 1,450, 1,400, по-моему, на 1,400, там уже был последний дисконт, и для этих партнеров появится кнопка. Сейчас ведется, программисты занимаются тем, чтобы вот этот функционал начал, стал работать. Как только он появится, об этом, я думаю, что все узнаете очень-очень быстро. Второе, второе, это для тех партнеров, кто вошел уже в 2016-2017 году, у них появится право, право такое, взять одну рассрочку с тем дисконтом, который они входили в самом начале. Вот первая рассрочка у вас была, допустим, 1,300 или 1,250. Вот с этой же рассрочки вы сможете взять себе пакет. Если какие-то условия будут дополнительно, они будут озвучены. То есть вот это все находится сейчас, в данный момент, в разработке. Это важно понимать, это все в разработке. Вот, да, там уже я чувствую ответы. Ребята пишут, спасибо. Это первое. Второе, очень многие партнеры задавали вопрос по поводу того, что там из Австралии, что по Австралии, какие новости по Австралии. Дорогие друзья, у меня просьба, у кого есть эта новость, прямо вот так скопируйте, сбросьте, скопируйте и послушайте, что происходит в Австралии. То есть Австралия, Ротхук в данный момент находится, по-моему, все еще находится в Минске. То есть прилетели они. Сейчас согласуется вопрос по, действительно, очень серьезные переговоры ведутся. Не просто переговоры, а и не просто убеждения, а доказательная база, чтобы по нашей технологии строились. Переговоры ведутся и сборно-добывающими компаниями, прежде всего, так как это наиболее коммерческие, знаете, обоснованные проекты. Да, спасибо большое. Людмила, спасибо. Игорь, спасибо. У нас в компании гарантируют. Ребята, чуть позже я на вопросы отвечу. Хорошо? То, что я смогу ответить, я отвечу. Если я могу ответить, на следующем вебинаре я эти вопросы проясню и отвечу вам. Хорошо? Итак, дорогие друзья, то есть Ротхук работает, работает по полной программе, работает спокойно, как говорится, не загоняясь. Это миллиарды, это десятки миллиардов долларов по Австралии. И ту информацию, которую вы почитаете, послушайте, это сотни и сотни и тысячи километров трасс, которые будут строиться в Австралии. Они будут строиться в любом случае. Почему? Потому что это, опять же, вот это, знаете, в переводе были ответы рода Хука на телевизионных каналах Австралии по поводу того, что предлагают строительство трасс, которым технологии, с использованием технологии, которым более ста лет, более ста лет. Точно так же это происходит и в России, я не знаю, практически по всему миру. Вот эти технологии, технологии даже скоростного транспорта, железнодорожного, технологии, которые дороже нашей технологии в десятки, в сотни раз, это на магнитных подвесах, на магнитных подушках и так далее. Это уже, я думаю, что уже доказывать нашим партнерам не надо. Почему? Потому что мы это уже доказали, собственно говоря, в нашем демонстрационном центре в Марьиной Горке. То есть это тоже. А вот ожидания, вот знаете, такие ожидания. А когда начнется строиться все это в России? А когда это будет строиться в Индии? Когда это будет строиться там-то, там-то? Ну, это непросто. Вот действительно, дорогие друзья, непросто. По графику и если вы наблюдаете внимательно, смотрите за новостями, вы видите, что в данный момент Виктор Игоревич Бабурин находится, он практически живет уже в Индонезии. И не просто так он там живет, что ему там нравится климат или что-то еще, а потому что это есть действие, это есть реальная работа, это есть не просто убеждение, а доказательная база. То есть люди с доказательной базой. Анатолий Владимирович Веницкий, он должен быть и в головной компании, то есть в Марьиной Горке, он должен быть и в проектном институте, и глобальные вопросы точно так же согласуются прежде всего с Анатолием Веницким и с генеральным директором Надеждой Косаревым. Почему? Потому что это детище, если было, просто представьте, это ваше детище, ваше детище, это то детище, которое вы выращивали в течение десятков лет. И вот просто так его загубить, загубить его уже невозможно, а вот просто так его, скажем так, спустить на тормозах, пусть идет так, как идет, невозможно. И где-то мы с вами даже допускаем какие-то ошибки, где-то мы с вами, это я говорю про себя и про вас то же самое. Мы, может быть, что-то не так освещаем, но хотим мы этого или не хотим, в любом случае наша технология будет реализована, будет реализована по всему миру. И вот те слова, которые я всегда на каждом вебинаре практически повторяю, это слова Анатолия Веницкого, то, что мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Цефинсон, Форт и Боин. И 100% этого рынка мы не возьмем никогда, но как минимум до 50% рынка в ближайшие десяток лет мы возьмем. И это будет де-факто. Пока что это на слухах, но уже не на слухах, но уже подтверждено всемирными выставками. И те ближайшие выставки, те ближайшие крупнейшие события в мировой отрасли, транспортной отрасли, где мы всегда участвуем, подтверждают правоту мысли Анатолия Веницкого. Ой, я все, знаете, это, ребята, так быстро на эмоциях все это выпалил вам. А теперь про кнопку дисконт когда ожидается. Итак, а теперь давайте я начну отвечать на вопросы. И в конце еще небольшие новости, такие, скажем так, более мясничковые новости. Но они тоже и для меня важны. Я думаю, что и для нас, для всех, для группы компаний они тоже важны. Итак, повторите еще раз медленно про кнопку дисконта, когда ожидается. Наташенька, вообще не раньше, как я лично понял, не раньше 10 числа. То есть все мы ждем это. Узнайте об этом, я думаю, что моментально. И не только с моих вебинаров, но и с вебинаров, может быть, Владимира Маслова, Инета Аджана, может быть, Ирина Волкова. То есть это будет озвучено точно так же на тех сейчас глобальных конференциях международных, которые будут, на которых я вам рекомендую всем абсолютно присутствовать. Плюс к этому, внимательно посмотрите, пожалуйста, в кабинетах те промоушены, которые объявлены. Но прежде всего я говорю про Capital. Это промоушен отдых. В мае месяце совместная группа компаний Skyway. Вот этот промоушен, ребята, вы можете выполнить. Вот даже новички только что пришли, у вас есть шанс это сделать. С ВИГи, к сожалению, я с Андреем Федоровичем Хавратом еще не созвонился. И я думаю, это решение будет принято. Но какой, я не знаю. Я не могу ответить. Когда Андрей Федорович скажет, я смогу ответить. Но я думаю, что на конференциях с ВИГа, на вебинарах с ВИГа вы это тоже узнаете. Но я постараюсь завтра об этом выяснить. И в пятницу вам дать ответ. Ну, более такой выразумительный ответ. Скажем так. Это, собственно говоря, в данный момент преградива Capital. Прежде всего Capital. Группа компании Capital. Из группы компании Capital, то есть фонд Capital, объявил вот эту акцию. У Андрея Федоровича Хавратова огромное количество своих акций. Следите за новостями и, как говорится, принимайте решения. Вот. Это первое. Второе. Там был какой-то сложный вопрос. По РСВ, скорее всего, тоже будет. По головной компании тоже будет. Но, дорогие друзья, здесь самое главное. Я говорю про Capital. И, то есть, ответственно могу сказать про Capital. Про фонд Андрея Федоровича Хавратова пока еще не могу ответить. По головной компании. 100% не могу ответить. Но, скорее всего, это пойдет именно с головной компанией. Скорее всего. Так. Далее. Поехали вопросы. Ребята, пишите вопросы. Сейчас, сейчас, секунду. Я посмотрю еще предыдущие вопросы. Там был вопрос какой-то по поводу. Сейчас, секунду, дорогие друзья. 4%. Сейчас, одну секунду, ребята. Я посмотрю. Сейчас найду где-то. Так, 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 так. Сейчас, одну секунду. Одну секунду. А, вот вижу. Так, Герман с Екатеринбурга задал вопрос. В договоре при оформлении покупки пакета сказано. Проект, деятельность группы компании Skyway. Небесная дорога. По строительству эко-технопарка. Так, так, так. Сейчас, одну секунду. Я не успеваю прокручивать. У меня все улетает. Выплачивается инвестор на получение компании прибыли, но не позднее трех лет. Да, это Герман. Я понял. Вопрос у вас. Это по поводу гарантий. По поводу гарантий. Вот, если вы внимательно прочитаете не только инвестиционный меморандум, но и договор, и конвертируемого займа, у вас все станет на свои места. То есть, вот это, а как же вы обещали большую прибыль, если выплаты не могут превышать? Нет, нет, нет. Это, знаете, это 4% прибыли. Вот три года пройдет с момента, как вы оформили свой сертификат. Вы внесены в реестр акционеров. Вот с этого момента, вернее, с этого момента вы уже вложили деньги. Понимаете? Вы вложили деньги. Вы можете просто деньги завести на счет. Они лежат на счету, но вы пакеты акций не приобрели. Вот не приобрели. Деньги у вас просто, вы дали деньги компании и ждете. Вы ждете. Вот я это вот своим умом, это не де-факто, но я своим умом вам попытаюсь объяснить. А потом вы скажете, поняли вы это или нет. Плюс к этому попрошу разъяснение сделать Владимира Маслова. То есть, он это, я думаю, очень подробно вам разложит. Может быть, даже Виктор Ильцбабурин. Так вот, вы деньги завели на счет. То есть, вы в компании деньги отдали. Но пакет акций вы не приобрели внутри кабинета. То есть, деньги лежат на счету. Компания деньгами пользуется. И через три года вы говорите, я ничего не верю, я ничего не знаю. Вообще, верните мне мои деньги. Плюс к этому дополнительно, это ваша защита, ваши вложения. Вы получаете плюс 4%. Но как только вы подписали договор конвертированного займа и приобрели пакет акций любой, тем самым вы оценили все риски. И, соответственно, вы с осознанием, то есть, вы как квалифицированный инвестор, все понимая, понимая, вы деньги передали компании целиком. И в случае, если что-то не реализуется, то есть, вы отвечаете за эти риски. Понимаете, да? Может быть, это не совсем сразу понятно, но просто, еще раз повторяю, вы деньги завели на счет, вы деньги передали в компанию, компания деньгами пользуется. И через три года, ну, вот я таким, знаете, наверное, рабочим крестьянским языком объясню. Если у компании что-то не получится, то, соответственно, она продает оборудование, цеха, четырехэтажные здания и так далее. И вам возвращает ваши деньги. И плюс к этому 4% прибыли. Я думаю, что это, ну, более-менее понятно. Если не совсем понятно, то более подробно эти вопросы вы получите на, либо же в чате, где у нас вопросы по юридическим, юридические вопросы освещаются. Так, так, так. Так, я сейчас снова опустился, дорогие друзья, вниз, читаю вопросы. В СМИГе 600 не существует. Да, да, у Андрея Федоровича Ховратова 1.600 диспункт был убран. Здесь я не могу ничего сказать. То есть, давайте я с Андреем Федоровичем поговорю, Ховратовым, и потом озвучу, ну, можете озвучить даже те промоушни, которые есть в СМИГе. Так, еще дальше, 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 сейчас, секунду. Сейчас, опять же, вот, Герман Секетинбурга, вопросы же с ними. Так, сказано, что цены бумаги Skyway не могут продаваться. Да, абсолютно верно. По одной простой причине, если вы присутствовали на вебинарах финансовой грамотности Виктора Тарасова, то точно та же самая, об этом он говорил, о том, что в этих странах... Нет, Россия здесь не входит. США, Канада, Япония, Австралия, и, насколько я знаю, это Англия. То есть, там, где приобретать ценные бумаги, могут только квалифицированные инвесторы. Но сейчас, в данный момент, я, к сожалению, сегодня не успел переговорить с Евгением Кудряшовым, руководителем фонда Skyway Capital, по этому вопросу. Так вот, то, что сейчас мы получили официальный статус инвестиционной компании, официальный статус инвестиционной компании, сейчас будет буквально, ну, давайте так, не в ближайшую неделю, но в ближайший месяц, я думаю, что. Потому что это огромная работа, так как у меня у самого было несколько компаний, и не есть несколько компаний, я великолепно понимаю, что такое получить мерчанты, то есть доступ к переводам средств. Одну секунду, дорогие друзья. Алло, алло. Да, я вебинар веду, занят. Так вот, дорогие друзья, значит, сейчас этот вопрос будет уточнен, и на пятничном вебинаре я думаю, что я смогу вам ответить на этот вопрос. Действительно, мы сейчас перешли в несколько иной статус, и группа компании, вернее, конкретно Capital, Skyway Capital, сделал очень большую работу, провел в этом отношении, и дай бог, я так, как я понимаю, что мы получили статус инвестиционной компании, но опять же, в странах, которые вы, Герман, обозначаете, в этих странах есть свои законы по инвестированию, и почему, допустим, вот даже по биткоинам и так далее, и та же Япония, в Америке там запрещены многие действия, потому что человек, который вкладывает деньги во что-то, то есть инвестирует во что-то, он должен понимать, как это происходит. Это так называемые квалифицированные инвесторы. Но, проще говоря, своего рода он должен пройти обучение, понимать, что это такое, и та компания, которая предлагает им инвестировать, она должна присутствовать на этом рынке. Так вот, надеемся, что в ближайшее время мы сможем квалифицированно ответить на эти вопросы. Так, поехали далее. Понял, проверились ли акции у меня. По поводу акции, опять же, дорогие друзья, в данный момент у нас не акции, у нас обязательства. Именно обязательства в акции превращаются в обязательства тогда, когда мы официально выходим на биржу, то есть на IPO. Маслов вам все объяснит. Да, Володя Маслов, я думаю, что вот я ему завтра созвоню с ним и попрошу его на вебинаре сделать вот по поводу телемостов. На телемостах сейчас, в ближайшие телемосты, будут объявлены очень много эксклюзивной информации, и я вам рекомендую присутствовать на этих телемостах. То есть следите за новостями в своих кабинетах. Так, вы обещали в начале января, что в конце января встреча выступит в Юницкий. Это все остается в силе. Юницкий выступит перед инвесторами. Мы его давно не видели. Хотелось бы увидеть и услышать его. Я думаю, что в ближайшее время это будет сделано. Просто Анатолий Владимирович Юницкий сейчас находится в постоянных разъездах, и этой разъезды мы только должны радоваться тому, что его вызывают то в Австралию, то в Арабские Эмираты, то в Индонезию, то в Индию. Этому мы должны просто очень радоваться. И, конечно, хотели бы очень услышать обращение Анатолия Владимирович Юницкого. И это обращение будет обязательно. Я думаю, что обязательно будет. Обязательно. Россия. Герман, Россия. По поводу России, Герман, в правовом поле России мы работаем. Все нормально. Претензий у нас нет. Почему? Потому что вот здесь, опять же, прослушайте вебинары Маслова Владимира. Так как мы ничего не продаем, вот это понимание, что мы ничего не продаем, и мы ничего, как говорится, не покупаем. То есть вот договор конвертируемого займа, он есть у вас внутри кабинета. Не поленитесь. Пожалуйста, откройте, особенно пункты. По-моему, начиная с 17 пункта, с 17 пункта внимательно прочитайте. И у вас, как говорят, все пазлы уложатся в голове. Вы достали уже своим дисконтом 600. Я в компании 14-х годов. Дисконт 70. Стравит платных на каляву, так и дисконт рухи на Экофесте 2017. Рустам, к сожалению, к сожалению, а может быть частью, дисконт 1.600 – это пригоративо, да, от некоторых людей. И если она будет доступна даже вам, я думаю, что вы не будете возражать, если вам ваш выстоящий партнер подарит дисконт 1.600. Если что-то будет не получаться, обращайтесь ко мне. Возможно, что у меня будет такой шанс. То есть у меня есть партнеры, которые без структуры, но они продолжают регулярно проплачивать ежемесячно. Дисконт 1.600, по 25, по 50, по 100 долларов. Есть даже по 250 долларов. Поэтому я думаю, что это нормальный маркетинговый ход. Вот. И здесь, ну, наверное, никого, ни на кого ругаться не надо. Опоздал, так опоздал. Записи слушайте. Да, Игореша, да, спасибо. Анатолий, да, Рустам, может быть, правильно. Я тоже. Вот, ребята, мы это обсуждали тоже, и с вами обсуждали даже на вебинарах, по поводу того, что халява, не халява. Ну, не халява это, ребята, это не халява. Это грамотный маркетинговый ход. Так как в компании остается маржа. Маржа. Ну, не буду я долго вам объяснять, что такое маржа. Если вы не понимаете, найдите в интернет, посмотрите, что такое маржа. Так вот, из этой маржи, а сейчас, как и в конце 2015 года, вот сейчас, в феврале месяце, нам очень нужны очень крупные суммы. Очень крупные суммы денег. Для этого чем-то компания не жертвует, даже, я бы сказал, она делится дополнительно, для того, чтобы дать шанс, и нам всем шанс, и вам шанс дополнительно иметь пакеты акций. Если вы против этого, ну, ребят, тогда я вас, ну, немножко, наверное, не понимаю. Просто не понимаю. Людмила, спасибо большое за вебинары. Да, то, что любите. Дорогие друзья, ну и сейчас, я вопросы по поводу дела пишите, я буду их читать, и постараюсь ответить, если смогу. Не смогу, значит, отправлюсь на вебинары Сибирякова Сергея Анатольевича, либо Владимира Маслова. И что бы я хотел еще озвучить, но чисто, наверное, от города Челябинска, от, ну, не только от города Челябинска, но от группы компании Skyway, вы знаете нашу комсомолку, спортсменку, красавицу, студентку, Магасуму Магузель. Сегодня она вышла на покорение второй вершины, где будет установлен флаг Skyway. Это Киримаджара. И хочется пожелать всем нам, вконтакте вы можете найти ее, то есть Магузель Магасумова. Это молодая, красивая, успешная девушка, ей 27 лет. Вот, и она буквально вот только меньше месяца тому назад посвятила тому, чтобы плавать в Средиземном море. Тоже как бы и для Skyway, но, к сожалению, там нельзя было устанавливать какие-то флаги или что-то такое. Почему это фрегат Петра Великого, первые 7 дней пробыв в море, то есть она подготовилась к тому, чтобы идти на покорение второй вершины. Это Киримаджара. Это 5 895 метров. Перед этим позапрошлом году она покорила первую вершину и установила флаг Skyway. Это было покорение, посвящено Skyway. Вершина 5 642 метра. А я просто даже вспоминаю эти цифры. А Киримаджара 5 895 метров. Это сегодня она ушла на... И просто пожелайте ей удачи. И как я сказал, благополучного приземления, а вы ей пожелаете, может быть, благополучного прибытия на землю, то есть у нас родной Челябинск. Перед этим она будет в Минске, а потом будет в Челябинске. И, возможно, Михаил Кириченко возьмет мне интервью вот по поводу... И там будет установлено, вы знаете, да, на бронзовых... Вот на таких бронзовых... Я вам покажу бронзовые такие вот палочки у нас есть. У нас вот флаг скайвеевский, российский висит. Вот. Надо еще белорусский повесить в флаг. Вот на таких палочках дополнительных. Вот. Будет установлен наш флаг на второй вершине в мире. То есть 7 вершин самих высоких точек. Это так называемые 7 вершин континентов. Вот эту вторую вершину Гузель покоряет. Дальше будет... На следующий год будет третья вершина. То есть скайвеевцы в конечном счете покорят все вершины мира. Просто пожелайте всем абсолютно удачи, здоровья и благополучного возвращения к нам в нашу команду. Флаг скайвей. А вы что, не видели флаг скайвей? Герман? Ну, флаг скайвей. Давайте они сейчас. Я просто сейчас... Мне долго придется отвлекаться. У нас есть раскладной флаг скайвей. Вот. И вы можете увидеть в ВКонтакте. Гузель Могасова наберете. Увидите это. Итак, дорогие друзья. Теперь у меня пожелание. Как всегда, одно единственное пожелание. Одно единственное пожелание. Обзвоните все свои структуры. И даже по своей структуре я вижу, что объемы за январь у нас... Ну, были чуть меньше, чем за предыдущие месяца. И, помимо всего прочего, самое главное. Вот всех людей, у кого есть дисконты 1.600. Вообще, не только дисконты 1.600. Коли будет предоставлено... Оно будет предоставлено право войти, повторить еще раз дисконтом первым, с которым вы вошли. Ребята, вот отследите свои структуры. Приглашайте на вебинары. В пятницу приглашайте на вебинары. Завтра, скорее всего, будет вебинар. В любом случае, Сибирякова Сергея Анатольевича. Приходите, слушайте, делайте выводы. Хотим мы этого или не хотим. Но мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. И мы создаем то, как сказал Юра Зубер. Юра, ты здесь? Я думаю, что ты здесь. Он сказал, каждый вложенный доллар, он посчитал это. Вложенный доллар в технологию Skyway спасет одну человеческую жизнь. Хотим мы это? Сделаем. Не хотим? Что происходит сейчас в Москве? Видели, да? Юра, привет, дорогой. Что происходит в Москве? Да не только в Москве. Что в южных регионах происходило? В Москве просто, если вот был бы наш транспорт, у нас бы не было таких страшных репортажей. Там все занесло снегом. Проехать невозможно. Что передвигаться практически тоже невозможно. Отменили в школах занятия уже вторую неделю. Почему? Не потому что мороз, а потому что снегом все завалило. Потому что передвигаться невозможно. Вот, Петя, спасибо. Петр пишет, в Москве пипец. Действительно, я смотрю, я в Москву не летал, но и лететь-то страшно. Почему? Потому что прилетишь, потом не улетишь. Был бы наш транспорт, а он будет в любом случае. Нам бы не страшны были ни ураганные ветры, ни обледенение, ни, я не знаю, ни страшные морозы, ни снегопады, ни наводнения. Вот это то, что мы с вами создаем. И наша задача просто-напросто делать свою маленькую работу. Вот, десятину эту выделять ежемесячно. Ежемесячно, хотя бы по 25 долларов. Я не говорю по 1000, там по 10 тысяч долларов. Не надо жадничать. Но все, вот докажите, покажите людям по 25 долларов. Если кто-то в это не верит, или кто-то от этого устал. Но, ребята, это ваш выбор. Наш выбор сделать это, создать это. И чем бы вы не занимались, любыми сетевыми компаниями, где-то еще, зарабатываете деньги. Ребята, приветствую, ради бога. Занимайтесь майнингом, занимайтесь криптонаправлением, ради бога. Но, десятину SkyWay. Я всех благодарю за то, что вы были на сегодняшнем вебинаре. С вами был Григорий Мирошенченко. Город Челябинск. Группа компании SkyWay. И на следующем вебинаре я постараюсь ответить на вопросы, которые вы сегодня задали. Удачи! С вами был Григорий Мирошенченко.